Яна Констатского Помните, что в мире действует непрестанно нравственный закон Бога, по которому всякое добро награждается внутренно, а всякое зло наказывается. Зло сопровождается скорби и теснотой сердца, а добро — миром, радостью и пространством сердца. Этот закон неизменен. Он закон неизменяемого, всесвятого, праведного, премудрого и вечного Бога. Делающие добро или исполнители этого нравственного или евангельского закона, он тоже нравственный закон, только совершеннейший, будут непременно награждены вечной жизнью, а нарушители и непокаявшиеся нарушения будут наказаны вечной буквы. Призывая на молитве Господа Бога в трех лицах, помни, что ты призываешь безначального Отца всей твари, ангелов и человеков, что тебе, призывающему, удивляются все силы небесные, и с любовью взирают на тебя за то, что ты с верою и любовью и подобающим благоговением призываешь общего их и нашего Отца, Творца Вседержителя и Господа, коего они безмерно любят, пред коим крепко благоговеют. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца! Дорожи постоянно и неизменно этим высочайшим счастьем, этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечную благость, Бога твоего, и не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, Тебе внимают ангелы и святые Божьи и человеки. Что тебя отвращает от исполнения заповедей Христовых? Плоть и мир, именно приятное пище и питье, которое человек любит, коими услаждаются мысленные на деле, загрубляющие и окаменяющие сердцем пристрастие к изысканной одежде и украшениям, или отличиям наград. Если одежда или украшения сделаны из очень хорошей, цветной, нежной материи, то является забота и жалость, как бы ни заморать, ни запятнать, ни задымить, ни запылить, ни замочить, а забота о том, как бы угодить Богу, мыслями, словами, делами исчезает. Из сердца, так сказать, живет одеждой и украшением, и бывает все приковано к ней, а Боге же не родит и к нему не прилипляется. Если же он священник, то не родит о молитве за народ и делается не душелюбцем, а сребролюбцем, честолюбцем, ища не людей, а людского, то есть их денег, пищи, питья, их ласки, доброго мнения и отзывов, и льстя им. Итак, воюй против всякой прелести мирской, против прелести вещества, отращающей тебя от исполнения заповедей христовых, и всем сердцем излюби Бога, всею силою попекись о спасении души своей и о спасении душ человеческих, и будь душелюбец. Помни, что мир, возникший из ничтожества, есть сущее ничтожество, и обратиться в ничто, ибо небо и земля прийдут, а душа человеческая, Божие дыхание, образ бессмертного царя Бога и сама бессмертна. Поминай все это и от пристрастия ко всему земному отвращайся. Помимо пленной твари, обращай постоянно очек к Творцу, сущему во всей твари, и непрестанно на тебя взирающему, непрестанно испытующему твое сердце и твои помышления. Не прилепляйся к сердцу никакой вещи и не делай ее Богом сердца Твоего. Един Бог сердца нашего, создавший Его Господь Бог, ибо оно его дыхание. Не прилепляйся к сердцу ни к какому лицу, то есть никакой плоти, ибо един Бог сердца нашего, Господь Бог, и к Нему единому должно прилепляться. Прилепление к вещи или к плоти Есть ложь, обольщение бесовское и воля дьявольское. Аминь. Божий, милость, и благо не грешен. Создал меня Господи, помилуй. Весь числа Господи согрешил, помилуй, прости. Рассказание Христово. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.